Я не окончил, я убежал из консерватории, когда понял, что меня там учить, потому что мне нужно и интересно, не будут. Я перевелся со струнного на духовой отдел, я сделался тубистом, где-то так курсе на втором, наверное, ну и в общем потом просто перестал туда ходить и все, я тут сбежал. Ты играешь на чем-то? Да, на контрабасе, на тубе. Вау, есть своя туба? Три. Три даже. Я уже немножко освоил тубу, хотя по образованию я был на тот момент альтист, и не только по образованию я и даже ухитрился устроиться на работу, работал я где-то в Зеркале, что ли, работал в детском театре музыкальном. Слушай, ну а на тубе где-то как-то с туба получилось? Ну так, случайно, для армии пошел учиться в музыкальную школу. Предполагалось, что я пойду в военный оркестр, ну чтобы меня не услали там куда-нибудь на Колыму служить, чтобы где-нибудь тут рядышком под Питером. Ну, я стал учиться играть на тубе, потом выяснилось, что пошло у меня это довольно неплохо. А тут бац, вот не хочешь ли поиграть на диксилендовый тубист? Сколько же хочу. Пришел я туда, и все, и понеслась. Жизнь моя изменилась довольно быстро и довольно круто. Ну и в какой-то момент я перестал быть академическим альтистом, и сделался я диксилендовый тубист. А вы что называете? Нет, я не жалею, ни секунду. Очень мечтаю обзавестись сюзофоном, но в наших северных широтах это очень редкий инструмент. Чем отличается сюзофоном от тубы? Я даже сам не знаю. Формой корпуса. Тубу нужно держать перед собой. Да. А сюзофон надевается на плечо. Да. Кроме того, у тубы сравнительно узкий раструб. Раструб узкий. А у сюзофона он достаточно широкий. У тубы он направлен влево и вверх. Да. А у сюзофона строго вперед. Да. Он более эффективен. Более широкий раструб, он громче. Да. И у сюзофона немножко другая мензура, так называемая. Мензура? Мензура более тонкий воздушный столб. Ну вот эта вот трубка, она чуть более тонкая. Понятно. Поэтому он не такой басовитый, он более резкий такой. Понятно. То же самое. То же самое. Совершенно то же самое. Интересно. То есть вот за счет разницы в форме корпуса. Да. И за счет разницы в форме и величине и направленности раструба достигается вот эта вот довольно серьезная разница. Сюзофон это исключительно для уличной игры. Понятно. В симфоническом оркестре используют тугу. У нас вот сюзофоны играют на футбольных матчах. Это уличные инструменты. Гордость коллекции, точнее одна из гордостей коллекции, аппарат отечественного производства, но произведенный питерским филиалом английской фирмы Gramophone. Произведен до революции, понятное дело. Где-то так году в 1906-1911. Точнее сказать невозможно. Можно только косвенным образом догадываться о том, когда он произведен. Догадки мои основываются на... Сейчас покажу сначала. Если прочитать надпись на звуковой головке, то тут упомянуты три российские филиала английской фирмы Gramophone. Тифлистский, питерский и варшавский. Последний, хронологически, был в Москве. Здесь про Москву ни слова. Значит, это не самая поздняя модель. А вот этот филиал действовал в России до 1914 года, до начала Первой мировой войны. Соответственно, где-то какие-то... То ли ранее, то ли среднее какая-то модель. В России эти аппараты называли пишущими амурами. Почему? Потому что, если вот обратить внимание на лейбочку, которая с внутренней стороны крышки, то... Увидим вот этого самого амурчика. Амурчик сидит на пластинке с пером. Ну и народ окрестил пишущими амурами эти аппараты. Сейчас заведем. Когда я его показывал человеку, увлекающемуся то ли коллекционированием, то ли изучением оружия и разной техники, он сказал, а, ну да, да, вижу английскую вещь. Почему английскую, спросил я. Ну как же, говорят, англичане очень любят в изготовлении всякой техники, в частности вот оружия и моторов, закладывать чудовищно избыточную прочность. Ну вот конкретно в этом аппарате, если сравнивать его, допустим, с остальными аппаратами из моей коллекции, мотор весит раза в три, в четыре больше. Он могучий, в него можно стрелять из револьвера, ему ничего не будет. Чудовищный запас прочности. Очень основательный, но это и снаружи видно. Дубовый корпус. Над ним измывались, я даже не знаю вообще, как это назвать. Его хранили где-то в гараже, на нем, видимо, резали колбасу, на него ставили кружки с горячим чаем, проливали на него водку, заляпали его краской, отломали ему дверцы. Ну, после того, как над ним мы с Натальей посидели, тут внешний вид ему пришлось восстанавливать, пришлось соскребать всю ту гадость, которой он был покрыт. Я впервые имел дело с так называемым шеллаком. Пришлось научиться работать с шеллаком. Изнутри полировка родная, а снаружи уже восстановленная. Почему я сказал мощный аппарат? Потому что у него двухбарабанный двигатель, и на одном заводе пружины он воспроизводит четыре стороны пластинки. Ну, а сейчас я воспроизведу на расхваленном мною аппарате дореволюционную пластинку российского производства лейбл «Занофон Рекорд». Ну, в конечном итоге это филиал фирмы «Граммофон». Там достаточно хитрая история, связанная с патентной войной, с нечистоплотностью коллеги «Берлинера». «Берлинер» — это человек, который изобрел «Граммофон», который учинил фирму «Граммофон» английскую. В общем, условно говоря, это филиал «Граммофона». В отличие от более примитивных аппаратов, здесь можно регулировать путем открывания и закрывания вот этих вот двериц тембр и громкость. Раструб здесь выведен на переднюю панель. Это так называемый салонный настольный «Граммофон». Вот это вот «Раструб». Двигатель мощный, двухбарабанный. Заводить его до полного состояния. Одного удовольствия. Долго. Я сейчас так подзаведу. Не помню, сколько там оборотов нужно делать, чтобы он воспроизвел одну сторону. Слушай, трекочет хруповичок. Так, ну ладно, будем надеяться, что ему достаточно будет. ПОДПИШИСЬ! 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 КОНЕЦ 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 Продолжение следует...